Сегодня с утра в самом что ни на есть центре горноуральской столицы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти бригада рабочих из 10 человек, вооруженная ломами, лопатами и монтировками, а также оснащенная длинномерным грузовым зилом приступила к разбору, разлому и развалу двухэтажного бревенчатого и пустого строения, стоящего на самом углу и имеющего на табличке номер 11. Работа по разрушению домика шла более чем спорой к 4 часам пополудни, у него уже был снесен весь второй этаж, причем сами работяги объясняли факт сноса очень просто. Несколько иначе прокомментировали корреспондентам снос дома на Ленина 11 специалисты Свердловского областного комитета по управлению госимуществом, пояснив, что ни администрация Верхесецкого района, ни городминистрация сносить это здание не имеют права. Во-первых, по заявлению сотрудников СОКУГИ, дом этот не является муниципальной собственностью, а во-вторых и главных, здание это является памятником архитектуры, входящим в комплекс станции вольных почт, находящимся в ведении Свердловского областного комитета по управлению госимуществом. Проще говоря, по мнению специалистов СОКУГИ, распоряжение о сносе и сам снос незаконны. Комитет готовит соответствующие документы, заявления и иски в суд и прокуратуру. Ситуация осложняется еще и тем, что совсем недавно комитетом был заключен с одной из екатеринбургских фирм договор на аренду здания с условием его восстановления и реставрации. Просто арендатор не успел въехать в домик, а его между тем принялись сносить. «Какой-то памятник, что-то памятник. Ни доски, ничего нет. Ни реально ничего нет. Вообще это уже, по-моему, ничей дом.